Мечта букиниста представляет Глава 10. Пиндос и кабачок Москва. 21 сентября 2008 года Через 4 года в этот день должен был случиться конец света. Даже если и так во что Ник не верил. Оставалось чертовски много времени, чтобы потратить его на свое усмотрение. К примеру, вернуться в Италию, поесть морепродуктов, погреться на Средиземноморском солнышке и встретиться Серджи Пимонна, который спросит, что и как сделал Ник после их разговора, состоявшегося. Да, состоявшегося уже год тому назад. «Я отдал тебе этот предмет, потому что думаю, что ты найдешь ее», сказал тогда итальянец. «Эту девушку и паука найдешь и остановишь. Иначе случится беда. Большая беда». Ник подбросил на ладони лису, ловко поймал ее. Ничего он не нашел, никого он не остановил. А главное, никто его все это время не тормошил вопросами, типа «ну и где же результат?» Казалось, о нем вообще забыли, хотя Ник ощущал некую незримую поддержку. Слишком уж все хорошо и спокойно у него обходилось. Даже паутина ощущалась все реже и реже, все тоньше и тоньше. Нет, конечно, он и вел себя тише воды ниже травы. Не высовывался, не совался куда не следует. Собирал информацию, анализировал. Но вне всякой зависимости от собранной информации и проведенного анализа, Ник чувствовал, что ему нужно найти Лекса. И Лекс выведет его к Синке и пауку. Каким образом, он совершенно не представлял. Возможно, это была подмена цели, ложное стремление. После встречи в Сингапуре и фактического объявления войны, Ник ждал совсем другого развития событий и даже огорчился, когда ничего не произошло. Более того, Лекс пропал, исчез, словно растворился в пространстве. Возможно, Бат что-то разузнает сверх того, что уже смог. Словно отвечая мыслям Ника, запищал мобильник. Дешевый, купленный с рук, с невесть чьей сим-картой, которой нереально было отследить. Именно его номер Ник и дал инфо-трейдеру на случай, если тот узнает что-то новенькое. СМС-сообщение от Бада, не обремененное знаками припинания, гласило «Выходи на улицу, иди направо до цветочного ларька, там будет стоять шахид такси, белая ржавая тачундра номер 388, садись, тебя привезут, машина ждет полчаса». Просьба к Баду дала свои плоды. К инфо-трейдеру Ник относился настороженно. Он долго работал с Лексом, и поговаривали, что именно он втянул Лекса во что-то опасное, во что никто не знал. Спрашивать напрямую Ник не видел смысла, соврет. Тоже и Синка. Ник помнил, как именно она познакомила его и Лекса с Бадом, и тоже не стал спрашивать. Вернее, спросил как бы мимоходом, что-то типа «Давно ли видел?» и получил тот же ответ, типа «Даже и не помню». И тогда Бад не соврал. Дело было в январе этого года. До января, с момента знакомства, ник инфо-трейдера даже издалека не видел. А Лекс все это время работал с Бадом плотно, после чего исчез и неожиданно появился в Сингапуре. А потом снова исчез. И об этом его втором исчезновении, судя по Лисе, ничего не знал даже Бад. Белая ржавая тачундра, а именно шестерка с номером 388, стояла, заехав передними колесами на тротуар. Водитель, восточный человек в вязаной шапочке, кушал чебурек, и когда Ник вежливо постучал в стекло, сказал с потрясающим акцентом. — Перерив, иди другой машин. Вот он, вон он стоит. — У меня заказано, — пояснил Ник. Не перепутал же он. — Нет, номер тот. Внешне машина соответствует описанию. Водитель аккуратно заправил в рот оставшуюся часть чебурека, смял жирную бумажку и сунул в битком набитую окурками пепельницу. — Тогда садись скорее, — велел он уже без акцента. Ник забрался на неудобное сидение, жесткое и продавленное. Перед ним свисали какие-то мусульманские символы на веревочках. Ими же была украшена торпеда. Водитель включил магнитолу. Ник ожидал услышать вопли какой-нибудь группы «Винтаж», но неожиданно заиграла весьма приятная музыка, что-то из старого рока. — Кинг Кримсон, — пояснил водитель, поправляя кепку. — 69-й год. Их лучший альбом. Кстати, ты в курсе, что название Кинг Кримсон придумал их текстовик Пит Синфилд, как синоним Вильзевула. А «Вильзевул» — это английская версия арабской фразы, звучащей как «Билл Сабаб» и означающей «целеустремленный человек». Ник не нашелся, что на это ответить, и только покачал головой. — Туата, — наставительно сказал водитель. Ехать далеко. Успеешь весь альбом прослушать. Ехать оказалось и в самом деле далеко, особенно с учетом пробок, которые водитель, впрочем, умело объезжал через дворы и промзоны. В результате они неожиданно выбрались на шоссе энтузиастов, потом также неожиданно свернули с него в мрачные руины огромных складов, проехали дачи, Ник прикинул, что это вроде бы Никольское, после чего некоторое время ползли по совершенно разбитой дороге параллельно железнодорожному полотну. — Уже скоро, — сказал водитель, заметив, как Ник вертит головой, пытаясь сориентироваться. Аура подсказывала, что это правда. — Собственно, даже не уже скоро, а уже прибыли. С этими словами он свернул в частный сектор, проехал метров двести по улочке, преследуемой лающей черно-белой собачонкой, и въехал в заранее открытые ворота. Собачонка осталась снаружи. — Готово! Ник выбрался из шестерки, машинально потирая затекшую поясницу и осматриваясь. Старенький дом, бетонный дворик, на деревянном столе лежат горкой собранные кабачки. — Что за пастораль? Ник повернулся к водителю, чтобы спросить, куда его тот привез. Но в этот момент на крыльцо вышел бат и приветливо помахал рукой. — А мы тебя ждем-ждем. Посмотри, что притащило кошко. Оно здесь, внутри. Ник поднялся по скрипучим ступенькам и вошел в наполненный деревенскими запахами дом. Гирлянды чеснока и лука на стенах, допотопные часы с кукушкой и гирьками в виде шишек на цепочках, лупоглазый черно-белый телевизор, на экране которого в мельчешащем снегу помех бегали фигурки футболистов и человек в наручниках, сидящий на стуле посередине комнаты, с разбитым в кровь лицом. Наверное, в смежной комнате, вход в которую был завешен дурацким цветастым покрывалом, находился кто-то еще. Не бат же так отметилил беднягу. — Не знаком ли ты с этим типом? — поинтересовался тем временем бат. Нига вгляделся в заплывшие глаза. — Нет, — уверенно ответил он. — В первый раз вижу. Избитый человек криво усмехнулся. Его зовут... Да какая разница, впрочем, как его зовут? В определенных кругах он известен как Индевить. Американец. Так что, если ты хочешь его о чем-то спросить, лучше говори по-английски. — О чем я его могу спросить, — удивился Ник. — О том, кого ты ищешь. Индевить довольно долго тусовался с Лексом. Был с ним в Гренландии, в Сингапуре. А вот на Ямайку его уже не взяли. — За что тебя не взяли на Ямайку, а? Бат перешел на английский и легонько пнул американца в голень. Тот ничего не ответил. — Слушай, я не хочу на это смотреть, — сказал Ник, морщась. И я не просил, чтобы ты это делал. На нем же живого места нет. — А это не из-за тебя, — расплылся в улыбке Бат. Ник обратил внимание, что за прошедшее с прошлой встречи время инфотрейдер вставил в левый клык небольшой бриллиантик. У нас к нему свои счеты, с твоими проблемами никак не связанные. Успел наколбасить мистер Индевить. Думал, никто и не вспомнит. Была одна интересная история с интеловскими разработками. Не думаю, что эта информация мне нужна. — И то верно. Хорошо, пойдем-ка сядем, поговорим. Я уже все выспросил у него. Какая разница, я буду рассказывать, или он. Если возникнут дополнительные вопросы, вернемся и зададим. У тебя с английским вообще как? — У меня с английским вообще сносно, — сказал Ник, следуя за Батом на кухоньку. Там пахло сушеными ягодами и цветами. Бат взял с древней газовой плитки чайник и налил себе полную фаянсовую кружку с эмблемой Олимпиады-80. Аромат стал еще сильнее. Бат пояснил. — Натур-продукт. Липовый цвет. Малина, мелиса. Богородица на травка. Хочешь? Полезно. Ник покачал головой. Короче, твой Лекс с девчонкой и Андерсом вылетел на Ямайку, а они остались болтаться в отеле в Сингапуре. Они — это Индевять, Жанн и Славен. Двоих последних ты тоже не знаешь? Нет. Ну и черт с ними. В общем, Лекс им велел отдыхать и ни о чем не беспокоиться, пока он, стало быть, не метнется по делам и не возвратится. А если вдруг не возвратится, то следовать инструкциям человека, который явится от мусорщика. — Снова мусорщик, — задумчиво пробормотал Ник. В кухоньку вошел полосатый серый кот. Вопросительно посмотрел сначала на Бада, потом на Ника и принялся деликатно кушать сухой корм, насыпанный в жестяную мисочку. — Мусорщик-то мусорщик. Но слушай дальше. Никакой человек к ним в итоге не явился. От Лекса тоже ни слуху, ни духу. Собственно, особых сроков им никто не назначал. Но эти трое коллегиально приняли решение разойтись. Нехорошее предчувствие, видишь ли, у них появились. Не знаю, как у двух других. А у мистера Н-9 такое предчувствие оправдалось. Он отправился в Японию, а оттуда, во Владивосток, собирался там какой-то старый должок получить с местных. Но не успел, потому что старый должок с него решили получить мы. Но это тебе уже не интересно. Тебе будет интересна предыстория попадания в Сингапур. Поэтому слушай. С Лексом наш мистер Н-9 встретился в Румынии. Когда Бат приговорил еще пару чашек травяного чая и закончил свой рассказ, Ник долго молчал. Инфотрейдер не торопил его, поймав кота и уложив к себе на колени. Кот блаженно жмурился и мурчал. Было понятно, что историю Бат рассказал не всю. Далеко не всю. Начать ее следовало бы с того, как и зачем Лекс оказался в Румынии. Потому что руку к этому прямо или косвенно приложил сам инфотрейдер. Но вряд ли это помогло узнать, где Лекс пребывает сейчас и жив ли он вообще. Ясно, что ничего не ясно, сказал наконец Ник. Ну, извини, развел руками Бат. Что имею? Могу добавить, что мусорщик тоже пропал. Последние упоминания о нем, только не удивляйся ради бога, тоже с Ямайки. Он там вертелся за день до твоего приятеля. А потом его пытались найти по своим каналам весьма влиятельные люди. Но не нашли. Однако есть еще одна интересная ниточка. Возможно, если за нее дернуть. Инфотрейдер загадочно замолчал. Не тяни. Сколько? Нисколько, удивил Ник Абат. Потому что я тебе просто даю, так сказать, наводку, которая может и не сработать. Лиса говорила, что инфотрейдер не врет. Поди ж ты, подивился Ник. Бывает же такое. Я еще в прошлый раз говорил тебе, что есть у меня определенное подозрение насчет того, что твой приятель в Америке. В Штатах есть секретный советник Армады. Да. Мне он известен как мистер Уайт. Бат замялся, аура подернулась черными каракатицами. Точнее, я слышал о нем как о мистере Уайте. Потому что его настоящее имя вообще, по-моему, мало кто знает. Сам я, конечно, лично не сталкивался. Так вот. Есть слух, что мусорщик что-то с ним мутил в последнее время. А Лекс мутил с мусорщиком. Ловишь сигнал? А? Ловлю, кивнул Ник. Индевит сообщил, что перед отбытием из Нью-Йорка Лекс неоднократно встречался с этим самым Уайтом. Я не стал говорить сразу. Хотел, если честно, чуток с тебя срубить, признался Бат. Потом подумал. Если ты вдруг спросишь сам, а Пиндос тебе выложит случайно, получится нехорошо. Так вот. Лекс встречался с Уайтом. Есть мнение, что именно Уайт отправил всю его бригаду сначала на отдых в Грецию, а потом в Сингапур. Где некоторое время Лекс выделывался в качестве спецпредставителя армады и встречался с тобой. Я должен найти мистера Уайта? Это уж сам смотри. Я даю наводку, но не советы. Сам понимаешь, такой человек может быть чрезвычайно опасен. Таинственное исчезновение мусорщика тоже поводов для оптимизма не дает. Бат аккуратно стряхнул с колен весьма недовольного этими действиями кота. Если ты собираешься в Америку, а ты, наверное, собираешься, знаю я твою упертость, попробуй не делать этого официальным путем. Ну, виза там, все дела. Не понял. Нелегально проникать, что ли? Нет. Ты, конечно, можешь попробовать сделать все чин-чином, но заблокировать тебе получение американской визы для той же армады расплюнуть. И не только для армады. У тебя достаточно врагов, Ник? У меня также много друзей, которые, как показывает жизнь, частенько превращаются во врагов раньше, чем успеваешь такое предположить. Уж не тебя мне учить? Ага. Инфотрейдер ехидно подмигнул, и Ник подумал, что тот стопроцентно прав. Раньше, чем успеваешь такое предположить. Я подумаю, сказал он. Спасибо за все, что ты для меня сделал. По поводу всех расчетов, информируй. Я оплачу. Это уж я никогда не забываю, снова заулыбался Бат. Ну, так что? Хочешь поговорить с Пиндосом? А то нам его пора отсюда увозить, знаешь ли. Что это вообще за место? Спросил Ник, наклоняясь, чтобы почесать кота за ухом. Он не ожидал, что Бат скажет правду. Но черные каракатицы снова забегали лишь на миг. А инфотрейдер немного застенчиво сказал. Бабки моей, дом. Я ее отправил на Кипр кости погреть. Сказал, присмотрю за огородом и Мишкой. Мишка – это кот. Вот он сидит. Кабачки тоже ты собирал? Я совсем уж виновата, сообщил Бат. Нормальные кабачки уродились, одобрил Ник. Не буду я с твоим Пиндосом разговаривать. Что мне нового скажет, тем более я его по морде бить не собираюсь. Тогда пойдем, провожу. Когда Ник уже грузился в дожидавшееся его белое шахи такси, Бат сунул ему большой желтый кабачок. Держи, – сказал он, – подарок. Жаришь на масле кружочками, а потом майонезом с чесноком его полить. Вот такая закуска. Спасибо, – Ник положил кабачок на заднее сиденье. Слушай, а ты можешь еще что-то узнать про этого мистера Уайта? Слухи, сплетни, даже заведомо нелепые и фантастические. Я попробую, – насупившись, – пообещал Бат. Но у меня устойчивое ощущение, что мы лезем туда, куда лезть не следует. Когда шестерка выехала из частного сектора, преследуемая все той же брехливой собачонкой, водитель наставительно произнес. Безопасность – по большей части предрассудок. В длительной перспективе избегать опасности небезопаснее, чем идти навстречу. «Жизнь – либо дерзкое приключение, либо ничто». Кто это сказал, – поинтересовался Ник. «Хелен Келлер – слепоглухая американская писательница», – сказал водитель и включил свою магнитолу. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова